Семинар под таким убедительным названием собрал студентов учреждений высшего образования со всей области. За круглым столом поднимались темы важные, обсуждались проблемы злободневные. Представители ОВД не применули обратиться к вопросу наркотической зависимости. Несмотря на то, что проблема распространения спайсов, остро стоявшая еще пару лет назад, сегодня значительно ослабла ввиду ужесточения законодательных мер. Люди в погонах напомнили студентам показательные случаи, когда употребление опасных смесей сыграло плохую шутку с молодежью. Обратились к статистике и оказалось, количество наркопреступлений в области уменьшилось в три раза. Случаи передозировки в этом году зафиксировано 15, в прошлом 2015 цифра составляла 81. Уже эти числа сказали сами за себя. Положительный баланс – результат активной профилактической работы с молодежью. Такие семинары будут постоянными, цикличными. Мы начинаем, надеюсь, эту серию. Ну а остальные университеты, думаю, при поддержке тоже управления по идеологии, культуре и делам молодежи поддержат эту инициативу. И такие семинары, они необходимы. Судя по данному семинару, молодежи этот вопрос интересует и они хотят решать эти проблемы. Семинары такого характера планируется проходить и в других учебных заведениях. Но, скажем так, данной проблематике в течение года было посвящено очень много мероприятий. И так сказать, что молодежь эту проблему не оставляет в стороне. Однако лишь на этом обсуждение вредных привычек в молодежной среде не ограничилось. Студенты подготовили свои доклады на разные темы. Среди актуальных вопросов, поднятых в выступлениях, были табакокурение, употребление алкоголя, компьютерная зависимость. И это далеко не все. Я выбрала доклад, который касается энергетических напитков. Так как некоторые люди не понимают, какую на самом деле опасность они собой представляют. Они считают, что это что-то вроде кофе, того же чая. На самом деле это очень, как говорится, напиток, который может повредить вашему организму. Особенно в взаимодействии, например, с алкоголем тем же. Некоторые люди очень совмещают и получается неприятный результат. Иногда бывает и летальный исход. Вредные привычки и как с ними бороться. На эти вопросы искали ответы студенты вузов Брещины вместе с представителями правоохранительных органов, здравоохранения и образования. Обмен мнениями плюс советы от специалистов разных областей пришлись к стати. Дискуссия стала отличным поводом для молодежи задуматься о том, чем чревато необдуманное поведение, чем опасен риск пятиминутного удовольствия. Дело за малым. Выбрать для себя наилучший из путей. Продолжение следует... Продолжение следует...